здравствуйте дорогие друзья меня зовут юлия на канале о вязании сегодня у нас суббота должен был быть прямой эфир но как-то еще на него не настроилась я знаю что много будет вопроса по поводу того почему я продаю свои запасы пряжи и пока что на данном этапе не готова комментировать эту ситуацию но думаю что в скором времени сниму видео где отвечу на это часто задаваемый вопрос но сегодня буду говорить о своих новостях даже не столь о продвижениях как о новостях и начнем с не очень хорошие новости я всегда как-то откладываю на конец видео такие моменты но сейчас вот прям душа требует объяснить ситуации почему так они по-другому и так я начала вязать новый процесс вот из такой как мне казалось замечательной пряжи хорошего цвета были конечно сомнения подойдет мне черный цвет не подойдет но сейчас вы и узнаете подошел или нет это пряжа лизе альпака твит ранее из него вязала и кстати вам сегодня покажу готовое изделие которое вязала из этого артикула так как сомневалась вроде бы как бы я помнила что был темно-серый цвет но что вязала вообще не могла вспомнить состав у нас сказал уже состав значит мы его найдем 15 процентов шерсть 15 процентов альпака 5 процентов вискоза 65 процентов акрил 100 граммах 250 метров этот цвет черный идет под номером номер 60 под номером номер 60 меня такое бывает часто спицы рекомендуют от 4 до 5 крючок от 2 до 4 и так у меня была целая упаковка я принципе и заказывал эту пряжу магазине вязанка напоминаю на этот магазин ссылочка всегда внизу описании под видео для того чтобы связать себе плечевое изделие насколько я помню это и должен был быть джемпер ну и что я начала вязать выведет моточек уже без этикетки честно вот начала вязать потому что мне хотелось повязать черном цвете что я могу сказать это моя горловина джемпера и вы видите что нет спиц сейчас буду объяснять может этот цвет такой и по ощущениям эта пряжа не столь мягкая как другие цвета из которых я уже вязала ранее вот честно скажу вам вязать вообще не понравилось очень плотно получается не знаю вяза на спицах номер четыре ну вот плотненько все цвет мне нравится никогда ранее в таком цвете не вязала и по ходу дела это не мой вариант чувствуется по ощущениям что много акрила другие цвета это светло-серый темно-серый коричневый они намного мягче намного приятнее вязать напишите дорогие маги кто вязал из этого артикула именно из черного цвета как вам по ощущениям понравилась ниточка или нет может я придумал что-то новое может пущу полосы неизвестно хотя ранее я была в восторге от этого артикула сейчас покажу вам что я вязала что у меня есть из наличия вот дорогие друзья посмотрите чтобы я вас не обманывала у меня есть готовая работа это шарф я его носила сезон точно может даже два вот честно не помню сколько когда его вязала каком году но он шикарный цвет темно-серый одна и та же пряжа цвета разные по таким ощущениям совсем разные вещи вот из этого цвета я бы связала однозначно быстро себе плечевое изделие может в будущем я закажу себе упаковку темно-серого цвета ну и буду вязать джемпер или свитер пряжа замечательная сказка вот видите здесь темно-серый цвет идут крапления бежевая коричневая восхитительно все но черный цвет не по мне не нашла к нему подход так что такое бывает я не хочу чтобы там давать какие-то ложные надежды что будет готовая работа нет я вязать не буду однозначно заменю этот процесс другим более интересный может начну вязать кардиган который вам обещала вот из этой пряжи лизе суперлана макси и плавненько переходим именно к этому будущему изделию это будет кардиган и сейчас когда я вижу другие процессы думаю каким я хочу вязать кардиган это будет реглан сверху это будет реглан снизу возможно реглан погон а может быть я решусь на шивное изделие все реально нужно найти самый удачный вариант и приступить к вязанию вот очень хочется себе заиметь такой кардиганчик на осенний сезон и у нас достаточно холодно днем плюс 17 представляете вот сейчас кардиган как-никак кстати нужно потрудиться вот так что это в моих планах а черная пряжа пускай подойдет более удачного момента или же я выставлю на продажу в инстаграм так что кто не подписан пожалуйста подписывайтесь вы узнаете за сколько что я буду продавать но пока что это как бы на будущее глядя далеко я сейчас уже не хочу заниматься продажами так это ясно но шарф очень классный я уже его несколько раз стирала машинки автомат посмотрите он идеальный и вязала узором двойной рис да двойной рис нет ничего сложного и что я сегодня продвигала чем я занималась последние дни мне удается вязать мало но вот сегодня решила взять день для вязания именно чтобы повязать от души свое удовольствие посмотрите на джемпер который я вижу для старшей дочки были сомнения насчет свободы облегания мне казалось что наверно джемпер для старшей дочки приведет плавно к младшей но нет сегодня была примерка первое тело все идеально все хорошо хорошая свобода облегания и еще я думаю после стирки узор разойдется будет более четче проглядываться и лучше точнее и добавится свободы облегания немножко ну что тело связано нужная высота я уже сняла спицы для того чтобы вязать рукава да я их тоже начал тоже вам сейчас покажу здорово когда спицы находятся на когда спицы съемные и можно отсоединить их и надеть заглушки на тросики все не нужно переснимать каждую петлю это замечательно кто не знает для новеньких я скажу что вяжу из пряжи это моя любовь я с ней познакомилась летом газал джинс 58 процентов хлопок 42 процента акрил моток весит 50 грамм имеет 170 метров цвет 1103 лаванда и спицы нам рекомендуют три с половиной крючок тоже номер три с половиной ниточка замечательно очень понравилось с ней работать и нравится работать и продолжаю у меня кстати выбыл из строя один моточек почему потому что он упал чашку с кофе вот так нечаянно лежал на принтере и скатился прям чашку ну что поделать там смысла отматывать нету так как большая часть матка промокла кофе вот и все что минус один моточек ничего страшного такое бывает как всегда закончилась память то телефон грелся теперь память так я показываю вам рукава рукава начала вязать сегодня поэтому много не провязала но очень нравится все как получается вижу сразу два рукава вот видите два рукавчика это отличный вариант чтобы быстренько связать и что я здесь конечно как всегда как у меня бывает я сделала сразу ошибку для смыкания в круг петель набрала одну дополнительную нить на потом поняла что я ее никак не могу сбросить я распустила все что набрала и снова пришлось проделать тоже манипуляции но сейчас все в порядке все хорошо посмотрите все идеально изначально набирала сколько пятьдесят две петли насколько я помню провязала резинку один на один на спицах 275 потом когда резинка была мною связано я взяла спицы номер четыре до дело вязана спицах три с половиной рукава изначально я планировала вязать на спицах большего размера на пол на один размер принципе не важно но лучше конечно пола размера и я стала провязывать лицевой ряд спицами номер четыре тем самым еще делать прибавки делая прибавки через каждые три петли я увеличила количество петель на 16 вот так то есть прибавила еще один раппорт с половиной почти что и получается вот такая красота они вот так такие небольшие продвижения у меня за сегодня хотя и вязала и раппорт тела и начал взять рукава в принципе продвижения хорошие как ни крути они есть и это здорово так что я хочу вам еще показать и также сегодня хотела продвигать свой тоже как бы новый процесс это джемпер для меня вот видите все вижу регланом снизу вверх но не дошли руки может сегодня тоже его немного по продвигаю хотя бы один раппорт высоту и достаточно будет мне пришел комментарий вчера буквально насколько я помню насчет моей моталки я хочу сейчас на него и на вопрос на этот ответить просили чтобы я поделилась своим мнением насчет моталки для пряжи посмотрите на мою красотку сейчас он все подробно расскажу я заказывал ее на сайте banggood она на китайских сайтах стоит дешевле нежели нам пытаются продать в украине и россии насколько я смотрела варианты в принципе она пришла хорошем состоянии но был один дефект может это почта постаралась неизвестно мотает хорошо замечательно она у меня наверное уже более трех лет что было не так вот посмотрите вот здесь лопнутая часть трещина видно вам да это никак не сказывается на работоспособности моталки все замечательно все хорошо но это вот с дефектом не пришло принципе все хорошо на легком в эксплуатации я знаю что есть моталки большего размера они мотают большие мотки но я вам могу сто процентов сказать что вы можете на этой моталки перемотать 100 граммовый моток пряжи уже молчу за 50 граммовый главное о ней говорит срок использования то есть более трех лет ничего с ней не случилось даже вот эта трещина больше не стало так что вы можете заказывать на алиэкспресс можете заказывать на banggood а можете также покупать в пряжных магазинах оно того стоит очень удобно тем более если вы распускаете изделия если вы вяжете из остатков если вы цените красоту вязание не только того чтобы получить удовольствие от результата но еще получать удовольствие самого процесса вам нравится красивые моточки нравится как выглядит пряжа то это ваш вариант я ни капли не пожалела что заказала такую штуку она незаменимая в работе и вот честно тоже вам признаюсь она быстрее мотает нежели вручную мотать моточек намного быстрее и у вас не устают руки и получаете огромное удовольствие от процесса наматывания или перематывания пряжи я могу вам спокойно рекомендовать как другие себе моталки ведут понятия не имею есть разные есть от нетрона сколько я помню моталка она конечно идет и подороже около 1000 гривен но этой вполне достаточно вполне достаточно все в порядке все хорошо если вы ее прикручиваете к столу то есть один небольшой минус тоже еще один но он совсем небольшой это можно все исключить она может смещаться по столу немного ходить туда обратно как это исключить можете зажать кусочек резины может там ластик и это исправит ситуации хотя так не делаю понимаю что можно сделать но я как-то обхожусь стараюсь сильно не натягивать нить что классная штука думаю что я ответил на этот вопрос рекомендую сто процентов если у вас есть лишние деньги почему бы не приобрести такую помощницу вот так получается все дорогие друзья я рассказала вам о своих новостях что распускаю что не буду вязать показала продвижение ответила на вопрос если у вас есть какие-то вопросы лично ко мне задавайте к сожалению не состоялся прямой эфир сегодня но я не была к нему готова я знала что будут задаваться вопросы по поводу того почему я продаю пряжу пока что я не готова отвечать на такие вопросы но в скором времени выйдет видео и там все все узнаете может на этом канале может на втором моем кстати если вы не знать меня есть второй канал ссылочка внизу описании под видео я же вам желаю хорошего настроения вязального побольше свободного времени на любимое хобби побольше пряжи красивой хороших составов помните что вас люблю ценю и всем пока пока